Библейский портал экзегет.ру представляет Конца, которому даже удалось отбиться От Синахириба, Ассирийского царя. Ну, а на смену ему приходит Его сын, который Вовсе не таков. Двенадцати лет от роду Моносея Стал царем, пятьдесят пять лет Царствовал он в Иерусалиме. Вот, смотрите, Какое долгое царствование, но, к сожалению, Лучше бы было покороче именно у этого царя. Он творил дела Ненавистные Господу, он совершал такие же Гнусности, как и те народы, чью землю Господь отдал израильтянам. То есть, Иезекия возобновил завет с Господом И вернулся, как бы, в этот завет, да, Сам и весь народ. А Моносея подобен тем, Кто был вне этого завета, Жил на этой земле, но вне завета. Он, Моносея, восстановил Местные святилища, Разрушенные его отцом Иезекии, Построил жертвенники Ваалом, воздвиг дерево Аширы. Аширас, совокупное название Женских божеств, ну, Ваалы, это Мужские божества. Соответственно, он Устроил святилище, может быть, Там поклонялись и Господу, но на какой-то Местный полуязыческий лад, А также откровенно языческим богам. Он поклонялся всему небесному Воинству и служил ему. Даже в храме Господа, о котором Господь сказал, Да будет имя мое в Иерусалиме навеки, Моносея понастроил Жертвенников. В обоих дворах Господнего храма он устраивал жертвенники Всему небесному воинству. Его логика, видимо, была такова, Чем больше на небе покровителей, тем лучше. Давайте всем принесем жертвы, А вот храм уже есть, отлично, мы его и заполним. Он принес в огненную жертву Собственных сыновей в долине Бенхенном. По-видимому, Имеется в виду то, что он Принес жертву этим языческим богам Для того, чтобы Снискать их благоволение, да, что есть Дороже своих детей. Вот человек Приносит жертву своих детей, надеется Что-то за это получить. Он вражил, гадал и колдовал, Обращался к вызывателям мертвых и духов Ведунов, творил много дел Ненавистно Господу, оскорблял Господа. Он велел изготовить статую И поставить в Божьем храме, о котором Бог говорил Давида и его сыну Соломону. В этом храме В Иерусалиме, городе, который Я избрал себе из всех владений племен Израилевых, мое имя будет пребывать Вовеки. Статуя языческого Божества какого-то. Никогда Больше я не заставлю израильтян скитаться На чужбине вдали от страны, которую я Отдал их отцам. Только пусть они соблюдают Все, что я им повелел. Закон Установление и правила, которые Передала Моисей. Ну, соответственно Таковы условия. Условия не выполнены. Можем догадаться, какие будут последствия. Но Моносей сбил жителей Иерусалима с пути. Они стали поступать Еще хуже, чем те народы, которые Господь истребил, чтобы дать место израильтянам. Раз те Истреблены за свое нечестие, Чего ждать израильтянам. Господь говорил Моносии своему народу, но Они ему не вняли. Сначала словами. Тогда Господь привел против него военачальников Сирийского царя, который Схватив его крюками и сковав Медными цепями, увели в Вавилон. И когда пришла к нему беда, Он стал молять Господа, своего Бога, Глубоко смирился пред Богом своих отцов. Он взмолился к нему, и Бог снизошел к его жалобам, Выслушал его мольбу, вернул его в Иерусалим, на царский престол. И так Моносей опознал, что единственный Бог – Господь. Казалось бы, очень важная история про то, как в Вавилоне Захватили Моносию, ввели его в плен. Вероятно, до этого они захватили Иерусалим, Но еще не разрушили. Или что-то еще произошло. Это не важно. Важно предстояние Бога, Предстояние, простите, человека, В данном случае царя перед Богом. Остальное только внешние формы. После этого он отстроил внешнюю стену города Давидова К западу от Гихона, что в долине, И до рыбных ворот. Стену он сделал очень высокой. Во все укрепленные города в Иуде Он отправил военачальников. Он избавился от чужих богов, Убрал изображения из храма Господа, От жертвенников, воздвигнутых на храмовой горе в Иерусалиме, Вынес все это прочее из города. Он восстановил жертвенник Господу И стал приносить ему пиршественные и благодарственные жертвы, И велел Иудеям служить Господу Богу Израилю. Но народ по-прежнему приносил жертвы в местных святилищах, Хотя и приносил их только Господу своему Богу. Смотрите, в отличие от того, что сделал Языкия, Он не пошел до конца. Хотя он избавился от языческих святилищ, Но эта множественность культов, Она сама по себе была уже немножечко языческой. Прочие о деяниях Моносеева, молитвы Богу И слова провидцев, говорившие с ним от имени Господа, Бога Израиля, Записаны в деяниях царя Израиля. Наверное, что-то близкое к книге царства, Как мы ее сегодня знаем, Но, наверное, не совсем идентичное ей. О его молитве, об оказанном ему снисхождении, О всех его грехах, неверности, О местах, в которых он устраивал капища, И воздвигал дерева Аширы и Зваяния, Еще до того, как рассказался, Об этом написано в деяниях Хозая. Даже не знаем, что это и кто это. Моносей отошел к предкам, И его похоронили в его собственном дворце. Царем после него стал его сын Амон. Интересно, что не в городе Давидовом, То есть отдельно он как-то от остальных царей. Но это не названо так, То есть, может быть, не в силу его порочности, Но в силу каких-то других обстоятельств. Про Амона мало что можно сказать. 22 лет от роду Амон стал царем, Два года царствовал он в Иерусалиме. Его дела были так же неугодны Господу, Как и дела его отца Амон Осии. Амон приносил жертву и служил всем идолам, Сделанным его отцом Амон Осии. Но в отличие от своего отца Амон Осии, Амон не смирился пред Господом, А только увеличивал свою вину. Его приближенные составили против него заговор, И убили его прямо во дворце. Но народ перебил всех заговорщиков, И провозгласил царем Иосию сына Амона. Понятно. Вот следующий царь Иосия, О нем следующая глава, И это будет продолжение истории языки. Продолжение следует...